Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую тему, как Михаил Саатрашвили и его достижения. Да, там в Грузии говорят, что много Саатрашвили сделал, что, мол, он там большой реформатор. А я ни тогда не слышал в открытую, чтобы он хвалил свою команду, чтобы он отдал должное, что это он не сам сделал. Что он-то был маленький айсберг, вершина айсберга этих всех событий. И если проводились реформы, то проводились при помощи команды, при помощи народа, который там был, который его поддерживал. А сейчас он и его команда утраинская, которая тут его поддерживает, все приписывает себе. Мол, это все Саатрашвили, он большой реформатор, что он, мол, все делал там, что благодаря ему все это было. А почему сам Саатрашвили не скажет, это моя команда, это мой народ, мы вместе это сделали? Нет, он единоличник. Это человек, который хочет и стремится от власти. Он курируется Америкой, во-первых. Этот человек курируется Америкой. Итак, все в нашем мире, большая часть на пространстве СНГ разделено на проамеританско-европейских и пророссийских людей во власти. Мало людей в любой стране СНГ, которые именно независимы, которые ни от России, ни от США независимы. Так же и Михаил Сааташвили. Это проантлантический человек, который склонен угождать Америке. Более того, хочу сказать, что в нашем государстве, в Украине, нет людей, которые были бы центристами, которые были просто за Украину, большая часть из них зависит от России или от Запада. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Высказывайте свое мнение в комментариях. Всем благополучного дня. И помните, только олигархическая система, только борьба с ней – это победа для нас и улучшение качества жизни. Только победа над олигархической системой. Есть основная война и должна быть основной войной для нас, для простых людей, для простых граждан Украины. Всем благополучного дня.